Казоводство Как молочные? Ну, во-первых, связано это с условиями для доения у нас нет, у нас больше подходят к мясному, потому что они круглый год пасутся на пастбище и сами козлята доят коз и соответственно быстрее растут, проще нам заниматься Я первый раз приехал в хозяйство, где козы выращиваются исключительно на мясо, сейчас, насколько я понимаю, они уже утром отгулялись, пришли в базок, и вы сказали, что во второй половине дня только пойду гулять Да, часа в три уже как чуть, в три-четыре и уже до позднего вечера, до темноты, а не на пастбище Напомните, пожалуйста, Иван, какое количество голов у вас? Здесь в общем с молодняком около 250 голов Около 250 голов, и вы сказали, что где-то еще 50 голов где-то там не дошло еще до базка Ну да, они чуть отбились, потому что как бы сейчас идет у них период обгула коз Ну как бы козлы отбили, гоняют стадо и чуть-чуть они разбились Ну они самостоятельные приходят, они у нас зимой бывает пасутся сами, как бы без пастуха, уходят утром, приходят вечером Ну бывают такие моменты, когда снег выпал очень большой, они остаются в лесу Могут в лесу остаться там дней 7-8 дней, потом садись на коня, едешь по следам находишь и гонишь домой уже Самостоятельные козы? Ну да, как бы они группируются, ну достаточно выносливые, чем овцы, они проще в содержании, меньше ухода за ними Стена практически зимой не надо, потому что они... Тебенюют тоже, да? Они ну практически абсолютно весь год пасутся на пастбище В лесу веточки, ожинники зимой зеленые также, под скалами, ночуют в сухом Ну достаточно очень удобно их держать А еще надо добавить, что здесь кругом яблони, груши, слива и так далее Кормовая база очень как бы большая И груша дичка, и яблоко кислица, и алыча дикорастущая, и желудь, печенарь Как бы у нас богатый край на вот эти все корма Слушайте, ну это супер! Откормленные козы на яблоках и грушах это должно быть вкусно! В золуде, да, как бы мясо, оно ближе к диетическому, относится, как бы без запаха Как бы отлично! А я вот знаю, что вот мы в прошлом году с Валентином были в Таджикистане И нам говорили, что многие в Таджикистане уже у кого там со здоровьем послабже Кто не может есть жирную баранину, потихонечку переходит на козлятину Ну да, я же говорю То есть оно более диетическое мясо И оно более диетическое, и причем тогда достаточно хорошее качество мяса А козы рогатые, они вот, ну я знаю много случаев, когда друг друга бодают Там приходят, там, вплоть до летального исхода или приходится резать Ну, как бы, редко это бывает Но мы по этой причине не смешиваем овец с козами Потому что овцы практически круглогодкотные И они их обижают, бьют в бока Козы бьют овец Да, а козы, они сами между собой, как бы, ну, выясняют отношения Ну, до летальных исходов, как бы, не было у нас еще Ну, могут рог отбить там Ну, это те рунда Да, как бы, такое, ну, такого, что прям забивали до смерти, такого не было А давно вы занимаетесь? Ну, я начинал с овечек, с 20 ярок Это в девятом году Сейчас у меня их 550 голов Сейчас к овечкам чуть попозже подойдем А коз, я, как бы, упор не делал на них, на коз Ну, были и были, так, чуть-почуть Они по чуть развелись Я их отделил отдельно И, как бы, сейчас планирую от овечек, наоборот, уходить А коз, наоборот, больше упор на коз Потому что проще в содержании, в обработках, в кормлении, в посьбе Ну, козы более умные животные, безусловно Более, да Более интеллигентные Благородные Да, да, да Ну, не зря же в стадии с овцами всегда вглавенствуют козлы То есть пасут в больших стадах, где... Да Чтобы дорогу направляли там Чтобы стада передвигали, чтобы не стояли на одном месте, да Потому что козы, они не пасутся как овцы, они на ходу Все у них на ходу Они идут, идут, ветки подбирают Все, вот они Скажите, Иван, вот здесь, в Адыгеи, это круглогодичная посьба получается у вас, да? Ну... Сено, заготовка есть какая-то? Сено, заготовка есть, но это идет, опять же, для овец Для овец Для овец Для овец Для козы По минимуму Ну, может, вот в этом году, вот, с шестнадцатого на семнадцатый год Нестандартная зима была, так сказать Зима достаточно сильная была Ну, у меня на них ушло, там, минимальное количество сена Ну, это, вообще, сколько овцы съедают за два дня Понятно Понятно Как бы А какую-то дополнительную подкормку даете? Не даем ничего Овес ничего не даете, да? Ничего не даем, круглый год на пастбище Круглый год на пастбище Я же говорю, зимой могут в лесу остаться и на неделю, и сами Снег кушают, веточки кушают Как бы Ребята, кто смотрит видео, там, с Центральной России, с Урала, Сибири Вот, представляете, здесь, там, на Кубани, в Адыгее Здесь Круглый год можно животных пасти И они едят прекрасные, прекрасные фрукты тут Так, ну, а все же, молоко-то вы сами доите для себя, пьете? Нет Вообще нет Нет То есть, козье молоко не употребляю? Нет Блин, вот надо же, первый раз В первый раз 250 коз и молоко не пьют козье Ну, я и коровье не пью Да? У меня и коров 200 с чем-то Ааа, тут не чеши Мясо Да, тоже мясная порода А коровы какие? Абердин ангуса Абердин ангуса, отлично, да А они сейчас где? На другой ферме На другой ферме Здесь, да? То есть, у вас, значит, в хозяйстве 250 коз, 550 этих самых овечек и 200 голов абердин ангуса, да? Ну да, 220 там 220 и бердин ангус, все на мясо Господа зрители, кто что думает про мясное козоводство? Напишите, пожалуйста, комментарии И пришлите, пожалуйста, нам свои рисунки Нет, рисунки не надо, но вообще, серьезно Вот, ну, реально, первый раз приехали, где содержатся животные только на мясо И даже сами молоко не пьют Если у кого-либо подобные примеры, напишите Так, а не надо, не надо. Абердин ангуса Если у кого-либо подобные примеры, то, мы не можем использовать Абердин ангус Абердин ангус